Всем привет! Смотрите как восстановить данные с разрушенного RAID-массива вследствие поломки контроллера Fujitsu D2516. Контроллер является основной составляющей RAID-массива, так как он обеспечивает связь между накопителями, жесткими дисками или SSD и координирует их работу для создания логического объединения данных. Когда контроллер выходит из строя RAID-массив стаёт недоступным и восстановление данных становится необходимостью. В данном видео мы разберем одну из самых сложных ситуаций, связанных с RAID-массивами – восстановление данных после поломки контроллера. RAID – это метод объединения нескольких накопителей в единую логическую единицу с целью повышения производительности, надежности или обоих параметров одновременно, в зависимости от его уровня. При выходе из строя контроллера RAID-массив может стать неактивным и доступ к данным будет потерян. Восстановление данных с разрушенного RAID-массива требует специальных процедур и инструментов, чтобы вернуть файлы в исходное состояние. Далее в видео мы рассмотрим как заменить нерабочий контроллер и как восстановить данные с накопителей без наличия контроллера с помощью специализированной программы. Замена нерабочего контроллера Fujitsu без потери данных в RAID-массиве может быть достигнута следующими шагами. В первую очередь вам понадобится точно такая же модель контроллера. Далее нужно убедиться, что контроллер имеет аналогичные характеристики и спецификации, а именно соответствующую прошивку, что обеспечивает совместимость и правильное функционирование. Для просмотра параметров контроллера откройте его BIOS. Для данной модели сочетание клавиш CTRL плюс H. Затем в открывшемся меню выберите контроллер. Откройте параметры. И здесь проверьте версию прошивки. Если вам неизвестна предыдущая версия прошивки, правильным решением будет обновить ее до актуальной версии. Но все же вы должны понимать риск потери данных, поэтому следующим шагом будет создание резервной копии дисков. Это важно для обеспечения дополнительной защиты и в случае непредвиденных ситуаций. Далее отключите питание от системы и отсоедините все кабеля, подключенные к нерабочему контроллеру. Затем аккуратно удалите старый контроллер из системы и установите на его место новый. Убедитесь, что все соединения кабелей выполнены правильно и надежно. Включите питание системы и дождитесь ее загрузки. Затем войдите в настройки нового контроллера и выполните процесс восстановления RAID массива. Контроллер должен автоматически распознать наличие RAID массива и восстановить его работу с сохраненными данными. Если этого не произошло, подгрузите конфигурацию вручную. Для этого откройте Configuration Wizard. ADD Configuration. Ручной или автоматический способ. Добавить. И подтвердить. Важно отметить, что процесс замены контроллера и восстановления RAID массива может изменяться в зависимости от конкретной модели и настроек вашей системы. Поэтому рекомендуется обратиться к руководству пользователя или документации, предоставленной производителем, для получения точных инструкций и рекомендаций по замене контроллера другой модели. В том случае, если точно такого же контроллера нет или заменить его нет возможности, второй способ восстановления с помощью специализированной программы для восстановления – Hetman RAID Recovery. Hetman RAID Recovery поддерживает все популярные типы RAID. Большинство файлов систем и различные типы построения массивов, множество моделей RAID контроллеров. Соберет из накопителей разрушенный RAID и вы сможете достать из него важные файлы. Для восстановления данных вам потребуется подключить диски к материнской плате компьютера с операционной системой Windows. Программа в автоматическом режиме соберет из дисков разрушенный массив. Также она способна собрать RAID даже при отсутствии одного или нескольких дисков в зависимости от уровня массива RAID 5, 6 и их разновидности. Если на материнской плате недостаточно SATA портов или разъемов питания, воспользуйтесь переходниками и различными платами для их расширения. Примеры на экране. В менеджере диска выделите собранный из дисков RAID и проверьте правильно ли программа его определила. Здесь отображается краткая информация его параметров. Для детальной информации кликните по массиву правой кнопкой мыши и откройте свойства. На вкладке RAID можно посмотреть диски из которых он построен. Если все верно кликните по разделу правой кнопкой мыши и выберите открыть. Далее выберите тип анализа – быстрое сканирование или полный анализ. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование, это займет меньше времени. Данный анализ находит нужные файлы в большинстве случаев потери. Если быстрое сканирование недоступно или программа не нашла нужных файлов, запустите полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню, кликните по разделу правой кнопкой мыши «Проанализировать заново». Полный анализ. Укажите файловую систему. Далее. По завершении анализа откройте папку, где хранились файлы, которые нужно вернуть. Здесь доступен предварительный просмотр всех файлов. Вы сможете предварительно посмотреть содержимое документов, фото и даже видео. Также программа отображает и удаленные ранее файлы. Они отмечены красным крестиком. Выделите все, что нужно восстановить и кликните по кнопке «Восстановить». Далее укажите путь, куда сохранить файлы. Диск и папку. И нажмите еще раз «Восстановить». По завершении все файлы будут лежать по указанному ранее пути. В некоторых ситуациях программа может не собрать RAID в автоматическом режиме. Это может быть в результате затирания служебной информации на дисках, в результате программа не может определить параметров разрушенного RAID. В таких случаях поможет RAID конструктор с функцией ручного построения. Конструктор поможет при затирании начала диска, где хранилась вся информация с параметрами массива. Это может произойти при подключении дисков к другому контроллеру, затирании прежней конфигурации или перестроении RAID до инициализации дисков. После инициализации данные будут полностью удалены. Если вам известны его параметры, запустите конструктор. Здесь выберите опцию «Создание вручную». Далее укажите тип массива, порядок блоков и их размер. Добавьте диски из которых он состоял. Недостающие заполните пустыми, кликнув по плюсу. Также возможно придется указать смещение по которому находится начало диска. Еще нужно указать порядок накопителей. Указав все известные параметры здесь вы видите ваш RAID. Если параметры указаны верно, развернув его, здесь появятся папки. Заполнив параметры, кликните по кнопке «Добавить», после чего RAID появится в менеджере дисков. Далее запустите анализ и выполните поиск файлов. Восстановите нужные. Итак, мы разобрали несколько способов как вернуть файлы в случае поломки RAID контроллера. Я надеюсь, что данное видео помогло вам понять, как восстановить данные с RAID. Помните, что восстановление данных с RAID массивом может быть сложным процессом и важно следовать правильной последовательности шагов. Для начала рекомендуется заменить неработающий контроллер. Если такой возможности нет, теперь вы знаете, какая программа сможет вам помочь решить проблему с потерей данных. Также не забывайте о регулярном резервном копировании данных, чтобы избежать потери информации в случае сбоя или повреждения RAID массива. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok